Что мы обычно представляем, когда нам говорят США? Макдональдс, Статуя Свободы, Голливуд и, конечно же, небоскребы. Города США — это отдельная культура со своим неповторимым и своеобразным стилем. По рейтингу стран мира по уровню урбанизации, согласно результатам исследования ООН, по экономическим и социальным вопросам США находится на 33-м месте с уровнем урбанизации и является одной из самых урбанизированных стран мира. Сегодня я расскажу о причинах роста урбанизации в США и ее последствий в жизни американцев. Всем привет! Вы на канале ЗаурGT. Меня зовут Заур. Поддержите канал подпиской, а я начинаю выпуск. Урбанизация — это исторический процесс повышения роли городов в жизни и развитии общества, который охватывает социально-демографическую, профессиональную структуру населения, образ жизни, расселение людей, их культуру и психологию, размещение производительных сил и так далее. За счет чего идет урбанизация? Я назову три причины. Первая — это формирование широких природных зон. Вторая — миграция сельского населения в город. И третья — преобразование сельской местности в городскую. В США стремительные процессы урбанизации начались с 40-х годов 19 века, что было связано с интенсивным развитием индустриализации. Начали развиваться Тихоокеанские города и Штаты, территории возле Великих озер, города Среднего Запада, продолжали развиваться города Северо-Запада и Атлантического побережья. Конец 19-го — начало 20-го века обычно считается периодом самой сильной урбанизации в США. За 50 лет, в период с 1880 по 1930 год, уровень урбанизации увеличился в два раза. Главным источником притока населения крупных городов были иммигранты и рабочая сила, которая требовалась в связи с высоким научно-техническим прогрессом, продолжающимся процессом индустриализации. В 1920 году в стране впервые было отмечено преобладание городского населения над сельским. Промышленность развивается очень быстро. Появляется большое количество заводов и фабрик. Это происходит и в Европе, и в России, и в Америке. Нужна была рабочая сила. Поток людей с сельской местности начинает быстро мигрировать в города. В городе можно было построить какую-то профессию, быть ближе к цивилизации, к культуре, покупать продукты в магазинах, получать медицинские и другие услуги. Так или иначе, жизнь в городах была более комфортной и современной. Люди активно туда переезжали. Но такому огромному количеству новопришедших людей нужно было где-то жить. Быстрое разрастание городов Америки. В России крупные промышленные центры разрастали за счет огромного количества дешевого жилья. Но дело в том, что эти окраины с бараками быстро начали превращаться в трущобы, где разгуливали криминал и бедность. Там проживало в основном темнокожие и цветное население, а также мигранты. Со временем трущобы наступали на более благополучные центральные районы, где как раз и проживал средний класс, состоящий в то время в основном из белых американцев. В итоге средний класс начал уезжать в ближайшие пригороды, подальше от трущоб и их проблем. Так начало формироваться смешение хороших районов в сторону пригородов, где американцы селились в частных домах. В центре городов при этом оставались выполнять административные функции, а вокруг них городская дешевая застройка превращалась в гетто. Вместе с отъездом среднего класса падала цена на жилье в центры городов. И это мешало бизнесу домовладельцев. Ситуация была настолько серьезная, что власти начали борьбу с преступностью и перенастеленностью в трущобах. В 30-х годах власти страны пытались изменить ситуацию с трущобами. Они хотели снести эти районы и таким образом избавиться от криминала и социальной напряженности. Но дать при этом их обитателям вместо плохих районов что-то наподобие новых поселений, где пятники могли бы вновь заниматься хозяйством. Так продвинули новую идею социального жилья, в котором арендная плата будет доступной, ниже, чем у частных землевладельцев. Такие новые кварталы стали называться проектами. Это были такие кирпичные коттеджные комплексы, благоустроенные малоэтажные дома на несколько квартир со всеми домствами. Горячая вода, парки, школы, детские сады, больницы. Все было рядом. Государство рассчитывало, что в таком жилье будут жить так называемые достойные бедняки, квалифицированные рабочие, у которых был маленький, но стабильный и честный доход. А недостойными бедняками власти в то время считали темнокожее население. Считалось, что именно они провоцируют разбой, кражи и вообще не хотят устраивать нормальный человеческий быт. Поэтому и мы не спешили предоставлять социальное жилье. Власти не хотели, чтобы социальные кварталы вновь стали трущобами. Для этого власти проводили политику расовой сегрегации. Белые и черные жили отдельно. Сейчас все это сложно представить, но в те годы отношения между белыми и черными были очень напряженными. Их трущобы потихоньку сносили, и на их месте строилось социальное жилье. Эти квартиры преимущественно получали белые американцы. А вот все остальные жители снесенных кварталов были вынуждены просто расселяться по другим трущобам. Что касается самих городов, то чаще всего это были компактные и крупные такие точечные центры. С четкими границами, которые далее разрастались в крупные агломерации. На сегодняшний день более половины американцев живет в агломерациях-миллионерах. Что такое агломерация? Сейчас объясню. Агломерация это мегаполис. Это такое компактное скопление населенных пунктов, связанных между собой вокруг единого центра. С экономическими, политическими, культурными и другими связями. Обеспечить жильем бедных рабочих и ветеранов власти вновь начали строить социальное жилье. Только теперь вместо малоэтажных коттеджей времен президента Рузвельта начали возводить целые кварталы высотных многоквартирных зданий, типа как в СССР. Расовая сегрегация все еще существовала. И такие квартиры предназначались исключительно для белых американцев. Но в 1954 году издали закон о том, что расовая сегрегация нарушает конституцию США. С этого момента черных начинают слить в новые многоэтажные кварталы вместе с белыми американцами. Но белые американцы не очень хотели жить по соседству с темнокожими. Их можно понять, так как среди темнокожих была более развита преступность. Поэтому белые уезжали, а черные быстро заселяли свободные квартиры. Такие районы снова начали превращаться в гетто. С начала 60-х годов большинство американцев уже не хотело жить в новых многоэтажках. Так как у них буквально за десятилетия сложилась очень плохая репутация. Даже сейчас для большинства американцев жить в центрах городов все еще ассоциируется с бедностью, криминалами и большой концентрацией бездомных людей. Именно поэтому жить в пригородах, в отдельных домах стало символом американской мечты. В середине 20 века широкое распространение получило понятие субурбанизация. То есть переезд на исцеление из загруженного центра города в пригороды. В 50-х годах в городах США начался массовый переезд белого населения в пригороды, вызванный нежеланием квалифицированных специалистов с нормальным достатком жить в одних районах с афроамериканским населением и другими национальными меньшинствами. Это явление получило название White Flight. По-русски будет «бедство белых». Это задело Детройт, Атланту, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и другие города США. Так как поселение перемещалось в пригороды, то инфраструктура и налогообложение переезжало вместе с ними. «Бегство белых» стало началом конца для некоторых городов США, таких как Детройт. Действительно ли американская субурбанизация так хороша, как они говорят? Повышает ли она на самом деле качество жизни людей? Каковы ее истинные причины и последствия? Что вообще такое субурбанизация? Давайте разберемся. Это заселение и развитие территорий пригородных зон, зачастую сопровождающимся массовым приездом туда городского населения. В США этот процесс активно поддерживался государством и был направлен на повышение качества жизни белого среднего класса. После Второй мировой войны американские города были переполнены темнокожим населением, наклынувшим из деревень. И это вызвало массовый побег белых из центра в пригороды. Этот побег стал возможным благодаря двум факторам. Во-первых, правительство стало интенсивно пропагандировать американскую мечту с ее неизбежным атрибутом – собственным домом. Одновременно с этим обеспечивая ветеранов войны доступными кредитами на приобретение жилья. Во-вторых, повальное заключение браков и неизбежно последовавший за ним «бэйби бум» вызвали потребность населения в более просторном жилище. Помимо этого, строительство жилья в пригородах стало очень дешевым. Использование конвейерной сборки и недорогих строительных материалов, таких как дерево или пластик, позволило запустить массовое производство однотипных домов. Во время войны у среднего класса накопилось немало сбережений, которые они начали активно тратить на покупку автомобилей, жилья и на нужды недавно родившихся детей. К концу 1945 года назрел острый жилищный кризис, и государство снабжало Федеральную службу жилищного обеспечения новыми инструкциями. Продлить срок ипотеки до 30 лет. Прежде было только 10. И снизить процент на займ с 80 до 10. Для ветеранов также были представлены кредиты с низкой процентной ставкой на покупку собственного дома. Рост пригородов превратил автомобиль в острую необходимость, а также вызвал потребность в широком строительстве автомагистрали. Производители автомобилей, строительные компании, поставщики стройматериалов приложили серьезные усилия для лоббирования своих интересов. В результате чего федеральное правительство взяло на себя 90% расходов на возведение автомагистрали. Первый американский пригород Левиттаун был создан с целью решить вопрос нехватки жилья для среднего класса с одной стороны и построить дома исключительно для белых, недовольных черной миграцией в город с другой. В новом поселении не было ни одной проблемы, характерной для центра города. Не было трущоб, многолюдных улиц, межрасовых столкновений, бедности и преступности. Вместо этого получился такой однородный в расовом и экономическом отношении район с только что построенными домами, зелеными лужайками, воплощением безопасности и комфорта. Такая пригородная зона представляла собой ряды индивидуальных домов, к каждому из которых относился небольшой участок земли. Изредка высота здания превышала два этажа, не было высоких деревьев и в целом ландшафт выглядел очень монотонным. Жителями этого района стали в основном молодые семейные пары с детьми. Обыкновенно муж зарабатывал деньги, ежедневно уезжая в город, а жена вела хозяйство и ухаживала за детьми. Мужчины, вернувшись с войны, чувствовали, что их американская мечта осуществилась. У них был дом, хорошие соседи, жена и дети. Женщины, добившись некоторого равенства с мужчинами на рынке труда в военное время, с готовностью отказались от своей карьеры и стали домохозяйками. Так, в самом начале процесса субурбанизации в Америке все были довольны. Но и тут не обошлось без проблем. По прошествии 60-летий с момента возведения первого пригородного района, критики подобного типа застройки и соответствующий образ жизни накопилось очень много. Поскольку пригороды очень сильно разбросаны территориально, нужно много ресурсов, чтобы их обслуживать. Исследователи утверждают, что пригороды не только не улучшают, но, напротив, ухудшают качество жизни их обитателей. Во-первых, они портят ландшафт своими бесконечными рядами, похожих друг на друга домов, которые представляют собой скучную и однообразную картину. Во-вторых, застройка пригородного типа требует больших площадей земли, что негативно сказывается на окружающей среде. Возникают проблемы с насыщением землевлагой, эрозия почв, нарушаются естественные места обитания диких животных. Так, мне тикет не поставили, не дали еще. Что касается самих жителей, им приходится сильно зависеть от автомобиля. Все сервисы расположены за пределами пешей доступности, поэтому, чтобы добраться до продуктового магазина или школы, каждый раз приходится использовать автомобиль. В некоторых штатах без машины просто невозможно жить. Расстояние между домами и предприятиями слишком велики, чтобы добираться на них пешком. Нет парковых зон, протуаров, прогулочных зон для того, чтобы просто прогуляться. Чтобы просто погулять в каком-нибудь парке или сходить в магазин, нужно сесть в машину и поехать немалое расстояние, при том, что вы еще обязательно попадете в пробку. Отсутствие системы общественного транспорта, в свою очередь, обусловлено тем, что, с одной стороны, нерационально делать остановки в местах, куда люди не могут просто добраться без помощи автомобиля, опять-таки, а с другой тем, что, если установить их слишком много, общественный транспорт будет просто неэффективным. Выходом из таких ситуаций была бы попытка перенять опыт Европы в новом урбанизме. Это очень удачная концепция для современной городской жизни. Новый урбанизм – это умные, экологичные города или районы, в каждом из которых в пешей доступности есть все необходимое для человека, где люди могут больше общаться и узнавать друг друга. Такая деревня в таком городском типе. Одна из задач нового урбанизма – это сократить использование автомобилей. В Резоне, кстати, уже есть пример реализации такого района без автомобилей. Называется район Калдесак. Этот район особен тем, что там главное – это люди. Если вы хотите там жить, то вы должны согласиться не иметь собственного авто. Вместо гаражей и магистралей – скутеры, велосипеды, общественный транспорт и пешеходные дорожки, ведущие к соседнему продуктовому магазину. Друзья, надеюсь, вам было интересно узнать, почему американцы живут в частных домах. Поделитесь своим мнением в комментариях. Например, я когда жил в Нью-Йорке, таких особых проблем куда-то дойти пешком не было. Тот же продуктовый магазин. А вот когда я переехал в Нью-Джерси, а там как раз-таки та самая донатажная Америка, то без машины стало вообще невозможно. А в Лос-Анджелесе и тем более. Надеюсь, сегодня вы узнали что-то новое. Подпишитесь и поставьте лайк, ведь это помогает мне двигаться дальше и снимать все лучшее и лучшее для вас. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok